КВН КВН существует в нашей стране с 1965 года. Помимо школьников, посоревноваться в юморе могут студенты вузов, колледжей, а также уже опытные КВНчики. Для этого существуют специальные лиги. Я начал играть в КВН из-за того, что у нас какое-то было мероприятие в школе. Меня заинтересовал КВН лишь только потому, что я веселый, веселый, еще раз веселый. А я люблю поездки, очень люблю. У нас последняя игра была очень давно, в январе где-то мы два месяца пригодили, там набрасывали материал, чтобы потом придумывать шутки. Ребята переживают, но на сцены выходят с боевым настроем. Все команды выступают достойно. Видно, что они очень долго готовились. Перед жюри стоит тяжелый выбор. Заветные места в финал получают 8 команд. «Девчули», «Момент», «Лямур», «Дети Агаповки», «Шаранские бродяги», «Просто класс», «Это мы», «Так себе команда». Лучше всего шутить над тем, которая будет понятна всем. Например, у нас есть шутка про удар мизинца. Ну все же понимают, что это больно. Или вот у «Так себе команда» была шутка про паленые, горелые колготки на колхозном рынке. Гора новостей не пропускает ни одной игры юных КВНщиков. Вы уже видели в эфире, как прошла одна четвертая финала. А совсем скоро будет развязка сезона. Самые сильные команды сойдутся в жаркой битве за титул лучших КВНщиков Республики. Следите за выпусками детской информационной службы, чтобы первыми узнать имена победителей. Может показаться, что придумывать шутки легко. На самом деле это целое искусство. И чтобы размышлять зрителей, нужно сильно постараться. Пожелаем ребятам удачи в финале. Алина Тагирова, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.